Места для стоянки и остановки транспортных средств инвалидов всегда располагаются в удобных местах, что и привлекает обычных водителей. Это парковочное место, которое находится максимально близко ко входу в здание. Если водитель, не имеющий такого права, встал на специально выделенное место для граждан СУВЗ, согласно статье 12.19 Кодекса административных правонарушений, его ждет наказание. Если водитель не имеет права осуществлять стоянку под действием данного дорожного знака, предусмотрено там административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, а также предусмотрена эвакуация транспортного средства. Место, предназначенное для водителей СУВЗ, всегда выделяется разметкой. Даже если из-за погодных условий она не видна, есть второй ориентир – дорожный знак. Такие места чаще всего располагаются вблизи торговых центров, медицинских и учебных учреждений, социальных организаций. Под данным знаком могут останавливаться водители, которые перевозят инвалида, либо сами с ОВЗ. Граждане, которые выявляют данное административное правонарушение, могут его сфотографировать, после чего на сайт Государственной инспекции безопасности дорожного движения написать свое обращение, где должны они указать место, время совершения административного нарушения и также приложить туда фотографию. После чего данное обращение попадает к нам на исполнение, и уже сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения возбуждают дело об административном правонарушении. В результате данного административного расследования уже выясняется, имеет ли право человек осуществлять стоянку. Казалось бы, все просто. Встал не на свое место – получи штраф. Вот только сразу определить нарушителя практически невозможно. На машине может не быть инвалидного значка или автомобиль не занесли в специальный реестр. При этом водитель тоже имеет право на это место. Поэтому нарушение нужно еще доказать, а это дело небыстрое. По словам начальника ГАИ, частый случай, когда гражданин добился установки знака в удобном для себя месте, но не учел, что она все равно общественная. Люди к нам приходят, обращаются. Я ходил в администрацию, писал заявление, мои заявления были рассмотрены. Данный дорожный знак был установлен для меня. Но не только они могут под ним осуществлять стоянку. То есть, если, например, в районе, в этом, даже, грубо говоря, рядом с домом, в доме проживают другие люди, которые имеют инвалидность, там, первая группа, грубо говоря, первая, вторая, третья, вот, они либо перевозят инвалидов, родственников, они также могут осуществлять стоянку под этим знаком. Напоминаем, что за незаконную установку на машине знака «Инвалид» тоже предусмотрен штраф 5000 рублей. Как и в любой проблеме, каждый саровчанин должен начать с себя, с сознательности и уважения к другим. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.